В воротах легких главные бронхи, бронхи принципалис декстратсинистр, подразделяются на долевые бронхи, бронхи лябарис, которых в правом легком насчитывается 3, верхний, средний, нижний, а в левом 2, верхний и нижний. При входе в верхнюю долю правого легкого бронх располагается над артерией, то есть эпартериально, а в других долях правого и левого легких бронх располагается ниже артерии, то есть гипартериально. Под бронхом лежит вена. Долевые бронхи, бронхи лябарис, входят в ворота доли и делятся на бронхи сегментарные бронхи. Давайте поподробнее поговорим об этой классификации. Бронхи лябарис супериор декстратсинистр подразделяются на бронхи сегментарные 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 бронхи сегмент Нижний долевой бронх правый подразделяется на бронхосегменталис супериор, бронхосегменталис базалис минеалис, бронхосегменталис базалис леотералис и бронхосегменталис базалис антериор, бронхосегменталис базалис пастериор. Далее насчет левого легкого. Bronchus labaris superior sinister подразделяется на bronchus segmentalis apic posterior, верхушечно-задний, bronchus segmentalis anterior, bronchus segmentalis lingualis superior и bronchus segmentalis lingualis inferior. То есть верхний и нижний язычковые сегментарные бронхи. Далее бронхус лябарис инфериор синистр подразделяется на бронхус сегменталис, так же как и в правом легком подразделяется на бронхус сегменталис супериор, бронхус сегменталис базалис медиалис, бронхус сегменталис базалис антериор, Бронхус сегменталис базалис пастериор и бронхус сегменталис базалис латералис. Сегментарные бронхи входят в сегмент легкого. Сегмент это участок легкого основания, основанием обращенный к поверхности легкого. Давайте посмотрим на картинке. Основанием обращенный к поверхности легкого, а верхушкой обращенный к корню. И состоит из легочных долек. Что такое легочные дольки? Дольки легкого это небольшие части легочных сегментов, соответствующих дольковым бронхам. Сегменты отделены друг от друга соединительной тканью. Это малососудистая зона. Сегментарные бронхи делятся на ветви. Рами бронхиалис сегментorum. Или же бронхи субсегменталис. Бронх диаметром 1 мм, содержащий в стенке хрящ, входит в дольку легкого бронхус леобарис. Внутри легочные дольки делятся на 18-20 бронхиоли терминалис, концовых бронхиол, которые не содержат в стенке хрящей. Каждая концевая бронхиола дихотомически, то есть на две, делятся на бронхиоли респиратории, на дыхательные бронхиолы. От каждой бронхиоли респиратории отходят дуктули альвеолярис. Альвеолярные ходы, которые несут на себе альвеолы, это выпячивание стенки, и заканчиваются альвеолярными мешочками. Саккули альвеолярис. Стенки состоят из легочных альвеол. Альвеоле пульмонис. Диаметр альвеолярного мешочка и альвеолярного хода составляет от 0,2 до 0,6 мм, а диаметр альвеолы от 0,25 до 0,3 мм. Все это составляет арбор бронхиолис. Бронхиальное дерево. То есть, делаем вывод, что бронхиальное дерево – это часть дыхательных путей, которые осуществляет транспорт воздуха. А бронхиоли респиратории, дыхательные бронхиолы и дуктули альвеолярис, альвеолярные мешочки и альвеолы составляют арбор альвеолярис – альвеолярное дерево, или же ацинус пульмонис, где происходит газообмен между воздухом и кровью. И ацинус является структурно-функциональной единицей легкого. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...